Когда мы говорим о поиске информации в каком-либо тексте, то мне прежде всего приходит в голову интернет, потому что это первое место, куда я иду, когда мне нужно найти какую-либо информацию. В данном уроке мы с вами поговорим о том, как устроен интернет, о HTTP-запросах и о HTML-страницах. Вообще, в интернете существует различное множество протоколов для обмена различной информации, у нас есть протокол для обмена файлами, протокол для обмена, например, почтой, но мы с вами будем говорить про HTTP, то есть протокол обмена гипертекстом. Гипертекст – название достаточно старое, которое идет нам с самой зари развития интернета, когда люди только начали придумывать то, как в дальнейшем будут выглядеть веб-страницы. Базовая концепция, которая легла основу гипертекста – это гиперссылки. По сути, гипертекст – это текстовый документ, который содержит в себе также ссылки на другие текстовые документы. Например, если вы откроете какую-нибудь статью на Википедию, то вы наверняка можете быть любопытны и перейдете на пару статей, которые связаны с той, которую вы уже читаете. И именно эта очень старая концепция сделала интернет таким, каким мы сейчас его с вами знаем. Очень сложно представить себе работу в браузере без перехода по ссылкам, будь то ссылки на новостные ресурсы или ссылки на профили людей, которые вас заинтересовали в ВКонтакте. Что же такое HTTP протокол? Прежде всего, у нас будет две стороны, которые участвуют в общении. Первая сторона – это клиент, это на самом деле мы с вами пользователи интернета. А вторая сторона – это сервер, на который мы делаем запрос. То есть мы будем запрашивать у сервера какой-нибудь ресурс. Что же может быть ресурсом? Ресурс – это прежде всего веб-страницы или какие-нибудь файлы. Таким образом, если мы схематически изобразим клиент-сервер каким-то таким образом, то все наши запросы можно описать достаточно просто. У нас есть запрос. Мы объясним, какие именно запросы бывают. И у нас есть какой-то ответ на данный запрос. Как я и сказал, мы будем запрашивать у нашего сервера ресурсы, будь то веб-страницы или какие-то другие файлы. И ресурсы мы описываем в интернете, используя URL. URL – это Uniform Resource Locator, или если по-русски, единообразный локатор ресурс. Перевод, конечно, кривенький, но это о том, как и где мы можем достать данный ресурс. Главная страница данного курса на степике также, очевидно, является ресурсом, потому что это, в общем-то, веб-страница. И у нее есть свой URL, по которому мы можем ее достать. URL у нас выглядит следующим образом. В общем-то, это, на самом деле, обычная ссылка в нашем понимании. Мы сначала описываем протокол, которым мы можем достать данный ресурс. Затем мы описываем сайт степикорг. Это можно назвать доменом или хостом. А затем мы указываем путь до ресурса уже внутри данного домена. Мы сейчас с вами писали URL, используя три основные компоненты. Однако важно помнить, что бывают еще и другие. Первый компонент – это протокол. Нужно явно указывать протокол, по которому мы получаем данный ресурс, потому что протоколы обмена информации в интернете отличаются друг от друга. Например, протоколы обмена гипертекстом сильно отличаются от протокола обмена файлами FTP. Вторая компонент – URL, не менее важна. Это домен. Важно понимать, что в сети интернет на самом деле очень много серверов. Допустим, у степика – это один сервер, у Википедии – другой. И домен нужен прежде всего для того, чтобы распознать, на какой из этих компьютеров серверов нам необходимо отправить наш запрос. Третья компонент – еще более простая. Может оказаться, что на нашем сервере очень много ресурсов, и нам необходимо показать, какой именно из всех ресурсов на сервере нам нужен. Для этого мы используем путь. Давайте вернемся к HTTP, как у нас клиенты сервера обмениваются сообщениями. HTTP является текстовым протоколом, поэтому сначала клиент посылает запрос в текстовом формате достаточно определенного вида, а затем к нему приходит ответ, также в текстовом формате. Предположим, мы бы ввели в нашем браузере, в адресной строке, адрес страницы языка Python на русской Википедии. Тогда каким бы образом у нас оформлялся запрос? Запрос является обычным текстом, поэтому у нас в первой строке следует три важных вещи, следующих через пробел. Первый – это метод, который мы хотим применить к нашему ресурсу. Метод get означает, что мы хотим получить данный ресурс, мы хотим получить страницу wikipython, которая находится на домене ruwikipedia.org. Собственно, вторая вещь – это тот ресурс, который мы хотим получить внутри Википедии. И третья часть нашей первой строки – это версия нашего HTTP-протокола. В данный момент HTTP-протокол используется не только для обмена гипертекстом. С помощью HTTP-протокола вы можете загружать картинки, музыку и даже видеозаписи. В HTTP-протоколе объявлено несколько методов, и самый популярный используемый метод – это, конечно же, get. Get используется для того, чтобы мы получили данный ресурс. Если ресурс является, например, веб-страницей, то мы получим с помощью метода get.html-код данной страницы. В прошлом, или мы поговорим чуточку далее. Если мы запрашиваем, например, картинку, то мы получим бинарные данные данной картинки. Чаще всего метод get никаким образом не изменяет сами данные, которые хранятся на сервере. А вот метод post, он ровно для этого и предназначен. Чаще всего, когда мы используем post, мы в действительности изменим те или иные данные, которые связаны с тем ресурсом, который мы запрашиваем. Например, в форме смены пароля, когда вы их заполняете, и когда вы нажимаете кнопку Enter, часть всего будет использоваться метод post. Также метод post будет использоваться, например, для банковских транзакций, связанных с вашей картой. В HTTP есть также и другие методы, однако эти два самые используемые, и в течение курса мы будем рассматривать только их. Также в запросе может быть некоторое число заголовков, которые разделены точкой. То есть это вот имя заголовка host, и, собственно, мы указываем здесь домен нашего рубрики petia.org. Там их может быть еще некоторое большое количество служебных, и вот вся вот эта вот текция, эта строка заставляет наш запрос. Ответ на данный запрос или наш респонс возвращается нам в похожем формате. Сначала следует также версия HTTP протокола, с которой у вас составлен ответ. Затем у нас следует статус-код, в нашем случае 200, то есть у нас все прошло хорошо. Затем у нас следует сообщение. Статусные коды бывают разные. Статус-код 200 вы, например, получаете, когда вы смогли успешно загрузить данную страницу. А вот если вы получили легендарную ошибку 404, то значит, что данный ресурс не был найден на сервере. Если произошла серверная ошибка при обработке вашего запроса, вы, вероятнее всего, получите 500. После первой строки также следует некоторое число заголовков. Например, здесь мы видим дату, когда к нам пришел ответ. Здесь мы также можем увидеть контент-тайп, то есть что за содержимое мы запрашивали, потому что HTTP на самом деле уже не только для обмена гипертекстом, а также можно картинки загружать с помощью HTTP. Здесь мы явно указываем, что у нас есть текстовый формат HTML, про который мы сейчас поговорим. А затем, когда у нас кончатся эти заголовки, следует пустая строка, после которой исследует запрашиваемый ресурс. Таким образом, HTTP-протокол достаточно простой. Мы в текстовом формате указываем информацию о ресурсе, которая нам нужна, и затем сервер нам отвечает на наш запрос. Он сначала указывает статус-код, все ли у него прошло гладко. Если, допустим, 404, то ресурс не найден на сервере. А если 200, то все окей. Затем идет немножко служебной информации, после чего следует сам ресурс, который мы запрашивали.